Добрый день, дорогие мои! Меня очень радует, что вас интересует моя домашняя палеоархеология, которой я специально не занимаюсь, просто люблю смотреть под ноги. Как-то меня папа в детстве научил, смотри под ноги и будешь богатый, так он сказал мне. И это было очень интересно, потому что я ходил по городу и время от времени находил монетки. На эти монетки мог купить мороженое или еще что-то. Мама очень удивлялась, где я их беру, а я просто смотрел под ноги. Не знаю почему у папы была такая идея, что смотри под ноги, но тем не менее вот у меня такая привычка. Теперь на всю жизнь я, когда иду, смотрю под ноги и нахожу какие-то интересные вещи. Моя палеоархеология начала с находки, которую я около своего дома и сделал. И это находка вот этого камня. Я очень подробно о нем рассказываю в одном из блогов. Как мне? Вот так. В одном из роликов. Не могу сориентироваться, как двигаться, куда, чтобы вам видно было. И это, на мой взгляд, один из самых удивительных камней, которые я нашел. И, на мой взгляд, это инструмент, которым что-то выглаживали. Его держали примерно вот так. Вот так. И выглаживали. Возможно, шкуры выглаживали. Возможно, еще что-то. Поскольку вот эта часть, конечно, достаточно стертая. Много ею работали. Этой частью. Но меня-то здесь больше удивило то, что для удобства держания, чтобы не скользили руки, на этом камне были сделаны насечки. И вот чем сделаны эти насечки, я понять не могу. Поскольку, если вы посмотрите тот ролик, я подробно разбирал чуть ли не каждую насечку. И для меня они удивительны. Так как сделать их нужно было... Я не знаю, каким инструментом. Я не знаю, каким инструментом сейчас можно это сделать. Но если вот так вглянем вот в эту глубокую насечку, то мы увидим, что это чем-то откалывали. Каким-то образом. Прямо там есть следы, где удар наносился. И вот такие насечки сделаны. Да, действительно. Если ты берешься, пальцы кладешь, то они не скользят. Надо сказать, что, конечно, немножечко здесь мнений по размеру. Видимо, это было сделано все под женскую руку. Потому что этими вещами занимались женщины. Вот это одна из самых удивительных моих находок, которые я очень уважаю. Следующей находкой был вот этот, на мой взгляд. И если вы посмотрите изделий каменного века, то вы найдете такие. Вот такое резало. Это те, кто его изготовлял, понимали, что в камне есть слой жесткий, который обрамлен слоем более мягким. Это базальты такие. Они из вулканов берутся. Но у нас здесь есть остатки древнего удара метеорита, который называется Пучешский метеорит. Катунско-Пучешский. Он 2,5 миллиона лет назад. Он такой же эффект произвел, как вулканы. Базальты появились, видимо, от этого. Так вот, в базальтах бывают вот такие прожилки, которые жесткие, и остается только стесать так, чтобы была она выделена. И этой прожилкой можно исполнять какие-то действия. Ну, резать. Ну, точно вот, если я знаю, что такое кожа или это, точно вот таким, видимо, уже резали, она притупилась. Но вот это вот, можно так сказать, резак каменного века. Видите, прямо видно эту границу, где эта прожилка проходит. И ею можно резать. После я нашел вот это удивительно. Это копали. Как вы помните, я ходил и следил эти канавы под электричество и подо всё на той стороне озера. И вот на глубине примерно 80 сантиметров я нашел явно обработанный. Вот здесь видно, что это сколото. Вот так сколото какое-то орудие. Орудие. На различных сайтах это орудие может быть и топором. Это может быть и тем, чем что-то разбивали. Вот какие-то... То есть вот таким. Могло быть просто орудием, которым можно было человека явно с таким весом этого орудия убить. И что здесь удивительного? Ну вот кроме вот этого носика стесаного, тут явно его так сделали, заострили. На мой взгляд, выбита вот эта интересная выемка. Потому что если брать его в руку, то эта выемка прямо ну один в один подходит. То есть вот ты кладёшь руку и у тебя очень удобно получается держать. Вот это интересно. Интересно. На мой взгляд, ну вот даже, ну никак по-другому не положишь, кроме вот как раз в выемку и всё. И становится прямо в руке лежит. Он не выскальзывает этот. Поэтому это вот один из примеров, что ли, мышления. И мышление достаточно развитого, которое должно быть у человека, который изготавливал. Вероятно, я, честно говоря, не вижу ярких таких следов обработки здесь. Вероятно, он просто нашёл камень, который так подходит. А уже вот вот здесь явная есть стёсанность. А потом ещё и видно, что работа им производилась. Тут уже есть какие-то определённые тоже. Этот камень я вам показал недавно. Это скребок. Причём скребок тоже явно сделанный под определённую руку. То есть вот палец здесь, палец здесь. видите, специально стёсаны у него края, чтобы пальцы легли. И опорный палец вот здесь, видите, всё отполировалось. Опорный палец, он держится здесь. Тогда получается вот такой чуть-чуть закруглённый скребочек. Им точно можно либо шкурку белки выделывать, или кушали так называемую кашицу, когда снимали кору берёзы и под ней вот такая мякоть. Её счищали, её можно было кушать. Вполне вот такое изделие могло быть таким скребком. Хотя не знаю, когда это делалось, здесь, в этой местности, был тот самый, можно так сказать, юрский период, или перский период, когда здесь росли пальмы, гуляли маймонты и всё остальное. Берёз, наверное, не было. Скорее всего, это вот что-то воскребать. Можно моллюсков, например, воскребать было. То есть, если раскрыть раковину и из неё что-то вынуть, а здесь озёра, реки, там жили моллюски, причём очень крупные моллюски жили. Я когда приехал, здесь в озере ещё жили моллюски. Были раковины, потом они пропали, так как молокозавод начал скидывать свои отходы. Моллюски вымерли. Ждём, когда появится. Так что, вот такая находка. Ну, из последнего, что вы не видели, это совсем удивительные вещи. Вот это, на мой взгляд, опять определённой степени резак. видите, как тонко заточен. Вот какой у него срез. Вот здесь появляется срез, как говорится, лезвие определённое. И настолько явно видно, куда делались удары, при том, как изготовлялся прямо вот раз удар, два удар, три удар, четыре удар. Когда стясывался вот этот край, этот край явно отколотый. Вот здесь откол тоже вот прямо видно. Видите, да? Надеюсь, что вы видите эти следы ударов. А здесь аж вот отсюда начинается, то есть вот отсюда начинали ударять, видите? А потом второй слой, который снимали, это вот отсюда. Вот. Вот ударчики. и в конечном итоге привели вот к такому резаку, который еще и вот так вынут. Смотрите, тут прямо явный удар чего-то плоского отмечен. Видите, уголочек плоским чем-то вынимали, выбивали эту часть. Видите? Вот. И он становится очень удобный. вот так держать становится прямо очень удобно. То есть ты, пожалуйста, что-нибудь отрезай или вырезай. Этот уголочек острый. По-моему, не очень много применялся. Такое впечатление, что сделали и бросили. Если в этом-то видно, что вот им работали, а здесь такое впечатление, что сразу потеряли. ну, здесь откол, вот здесь тоже явно сделан откол. Скол вот такой. Вот такая находка, она буквально 11 июля была совершена. А вот это вообще удивительная вещь. Это 12 день Петра и Павла я нашел. И смотрите, я вам свой показываю камень, а теперь я вам покажу камень, который нашли в копенках. Видите? Видите? Это же практически одно и то же. Да? Одно и то же. Так очень интересно, что эти камни называются Венера. То есть в копенках нашли изделия, ну, да не только в копенках, во многих местах находят изделия, где изображены женщины. Женщина с определенным, значит, формами и так далее, и тому подобное. Ученые говорят, что это ну, икона, я бы так сейчас перевел, или вот этот языческий божок, на который молились. И эти женщины находились в домах или были небольшого изготовления, как небольшие кулоны носили с собой, как обереги определенной степени. И вот это, ну, я уж не знаю, как научно, не научно говоря, вот это изображение женской вагины. То есть, вот женский орган был предметом поклонения. Ученые пишут, потому что всех очень удивляло, что как из него выходит человек. Сначала маленький ребенок, после он этот развивается, развивается человек, и в конечном итоге вот становится такой человек. И поэтому вот эти изображения изготовлялись и были изображения для поклонения. Но мой-то камень не такой, как в копенках. Он у меня более развитый, что ли, или более художественно исполненный. И он на самом деле, смотрите, я переворачиваю, и он изображает что? Ну, теперь вам прямо ясно видно, что он изображает. Причем здесь тоже ясно видно сколы, прям вон видно ударчики. Это как-то обрабатывалось. Конечно, из-за долгого времени лежания тут уже что-то и поднаросло. Мы с вами знаем, что камни сами по себе могут немножечко расти, кристаллизоваться. Но это изготовленная вещь. Видите как? Специально вырезано, изготовлено. И ученые говорят, что если полноценная фигура изготавливалась как божок для того, чтобы дома стоять, то вот такие неполноценные напоминания были для того, чтобы с собой возить, носить. То есть такой передвижной алтарь или передвижная икона. И это вообще очень любопытная вещь. Очень любопытная вещь. И самое интересное, опять же, ученые говорят, что вот это все изготовляли сами женщины. Они таким образом давали своему мужчине такой оберег или напоминание себе, что я тебя жду, что у нас будут дети. Вот такая удивительная находка. И музейчик тянет на небольшой музейчик. Меня спрашивают, почему вы это не передаете в музей. Но я не знаю, в какой музей передавать и как это делается. Я почитал законы. Оказывается, нужно вызвать музейного работника, чтобы он зафиксировал, где это лежит, чтобы он значит все тут замерил и описал. И если ты этого не сделал, то получается, что ты в какой степени закон нарушаешь, когда ты поднял и унес в дом. А как я могу это сделать? Да это действительно невозможно. Когда пашешь поле свое и знаешь, что дальше будешь здесь баранить, будешь обрабатывать дальше, как это оставить? Еще вообще оставь этот камешек. Дочь пошел, его закопало с мыла. Поэтому уж извините музейщики, вот я вам рассказываю, что вот такое у нас находится. И я хочу, конечно, чтобы действительно обратили на это внимание и приехали здесь и исследовали нашу местность, потому что я считаю, что в нашей местности действительно было большое племя и древнее племя, которое потихонечку осваивало каменные изделия. И вот такие изделия, вот как вот это, я считаю, это уже высший, как говорится, класс. Не могу сказать, когда они были сделаны. Поскольку сейчас взяться, вот такое сделать, ну, сложно. Вручную сделать сложно. Тем более, если у тебя не было железа в руках. Вот так. Вот такой рассказ. Надеюсь, вам все это интересно и надеюсь, что вы будете смотреть под ноги и сами делать какие-то открытия. Все. До новых встреч. Субтитры